ну что друзья очередное счастливцы в нашем саду вот видите как упакованы горшки вот и еще раз учеба есть учеба друзья не попадайтесь на рынке где с голыми корнями привезли издаля обязательно сделайте так подергайте и если они выдернутся убегайте пока морду не набили но зато сэкономить и деньги если выдернулся тоже южанин на месте вставленный горшок присыпан землей и паливается вам ну а здесь сами понимаете лучший питомник россии по качеству плодов по качеству саженца ну и тем кто серьезно хоть этим заниматься невольная реклама руках у нашей дамы вот это вот видите вот это моя книга это моя брошюра я думаю что прочтя книгу и брошюра они еще и сэкономят вот представляете от какой беды я спасаю людей каждый вебинар я спасаю от ужаса от дебилизма от всего поэтому давайте будем дальше дружить буквально сегодня получил по ватсапу несколько фотографий это не все вот несколько видеофильмов ну чтобы вы не думали что у всех всего два плодика выросла если сразу включу так надо вот так так надо потому что иначе испорчу вебинар вот посмотрели посмотрели знаете где это все русского средний урал давайте посмотрим кто-то счастливец новая ляля ну здесь он так называет будет будет так свердловской области бабе инов виктор владимирович а дальше идет пояснение что он от меня получал косточки черенки садница от сергея вот такие вот я сказать сейчас не могу все свежие сегодня все еще нет вот прям буквально вставил так и так сертификация два месяца абрикосов пошел третий месяц я выбрасываю сотни сотни косточек вот которые переросли ну скажите что у меня косточки неправильно не сходят вот ну пока вот такая картина и кое-что о судьбе последних пяти тысяч кончик я скажу чуть ниже но скажу так стрекцированные косточки ну ладно признаюсь высыл последние все тысячи одним махом теперь остались только сухие а у меня уже просят стрекцированные я говорю намолите бога вот сейчас от 30 процентов скидка я вам сухие сейчас покажу ну это снимок не свежий но каждый этот каждый год погреба вот такая красота в сухом виде как они хранятся сейчас объясню расскажу вот так смотрим дальше и так если сейчас вы приобретете у меня сухие 30 процентная скидка а представим себе что осень ни о какой скидки речи нет сами понимаете раз и второе еще возможно будет еще и надбавка ну сами знаете все-таки инфляция она всех касается теперь вот это вот сенсация которая произошла и так я уже устал выбрасывать видите этого 3 мая сегодня что я недавно очередную это переборка выбросил и по мне поступило это очень важно это всех вас касается сейчас поймете почему касается потому что сейчас кое-кто из вас будет локти кусать итак москва женщина по имени елена недели три назад чуть больше чуть раньше заказала тысячу костик абрикосов увидела что они дружно сходят позвонил и говорит но вы все равно выйти выбрасывать я что-то похоже показывал не раз уже это ж не первый выброс давайте все что осталось я вас куплю со скидкой скидку я сделал до 15 рублей снизил цену и она купила у меня почти 4 тысячи кто те той тысячи еще почти 4 тысячи представляете и они у меня взяли закончились после этого уже три заказа есть то есть я мог бы продолжать ей 4 тысячи не отправлять то я как думал ну вот каждый день добавляется испорченных и получается не ей не людям а так согласилась в рассрочку будет все это платить помаленьку но то есть я считаю что спас ну давайте зададимся вопросом елена я его вот не могу я считание это или сидела куда она сделать если из пяти тысяч костик у нее четыре зайдет а всхожесть высокой я покажу и докажу что она сделает мне почему-то кажется что продаст вот но почему если у нее в адресе написано москва москва далеко и до продаж где-то фамилия железово достаточно известно так что может быть у другого бы не купила то есть покупатель уже ее на у других бы не купили а у нее должны купить идем дальше но это у меня каждый год такая картина теперь расскажу про свою хитрость я хитрю но я хитрю в открытую сейчас я буду хитрить и рассказывал про это целый год и так 2022 год рекорд сумасшедший рекорд вот результат 150 вот таких вот этих это порядка четверть миллиона косточек а 23 год слабенький было урожая 10 раз меньше вот это же кости были собраны и вот тут возник вопрос какими торговать если 23 год они когда-то кончится а 22 еще на год останутся вроде не так тогда я взял моя хитрость в каталоге написано 22 23 а там понимай как хочешь есть люди обстоятельно мне пришли до 23 года пожалуйста на банке написано я показывал партия 23 год но таких было совсем мало и они у меня довезли последние эти самые помните черемушек особый случай были проданы всего несколько дней назад и как раз закончили 23 год полностью а по суровым много было продано еще больше чем нас 3 а в чем хитрость дело в том что природа заключается в том что 22 год продаваться ведь еще почти ничего не знаю а 22 это сразу пошел в рост результаты я бы даже сказал какие-то невероятные получилось и уже несколько лет я отслеживал это мы лет десять и последних у меня же бывали когда пустые помните кучка бросков торговал ну год пустой раз минус 10 все цветы убиты бросков торговал а потом у меня наоборот случалось опять два за два года запасусь один год много ну допустим 16-й год а 17 пустой я 17-й год торгую кочками которые залежалами которые в год уже лежали даже больше года получается нет все прекрасная схожесть и тогда получается так моя хитрость заключалась в том что я выгадал я все-таки часть продал 22 года и никого не подвел до сих пор ни один не сказал что он это попался на эту удочку на мою хитрость вот настоящее триумфальное время вот эта весна схожесть еще буду доказывать доказывать но дальше кто-то из вас станет питомником водом и таких уже несколько а кто-то молча это делает не докладывая мне что мэй на кути эти санцами торгует из моих косточек так вот смотрите как делается как делается мульчирование не прошу прощения а а извините это с почты слушаю вас нет я не звонил я провожу вебинар может случайно нажал так и бывает так ну с почты у меня постоянно контакты куда без них то дружить надо ладно это отвлекся и так мульчирование проходов чтобы меньше работать тяпкой вот этот сад кстати обратите внимание на дальний план и итак тут выпилена полтора десятка мощных могучих абрикосов вот их время ушло у меня сейчас где-то сотня вот таких вот таких вот таких вот лежат и что дальше делать я не знаю сейчас же у меня свежий урожай кстати только бы пронесло первый замазок пронесло только почки начали распускаться минус 9 урожай цел вот все сейчас еще один идет похолодание и тогда я буду делать так здесь будет вот так уже двадцать три уже не будет их просто нет будет двадцать два двадцать четыре ну в основном так как двадцать четыре будет много если обойдется с этим заморозком ну наверное тогда это двадцать четыре а если кончится двадцать четыре тогда уж эти будут со скидкой продавать нужны без халтеры потому что это третий год пройдет и так по свежая посадка видите черные пятна на месте абрикосов выпиленных вот смотрите даже видно где-то посажены груши яблони по принципу после косичков садим семечков если бы выпилил семечковая посадил бы косичковая так это тоже учеба я считаю это маленький кусочек сада а которые на переднем плане вот эти это называется это самые ценные мои абрикосы выпилил брать не буду сыновей манджурса выпиливал ну и парочку попало под горячую руку культурных так бывает а вот эти вот это я называю обрезка домоложение это королевский это академик вот эти вот еще послужат теперь идем дальше и так с мульчированием посмотрели а те кто удаляется мульчировать моему огромному сожалению вот эти престольные круги так закрывают саженцы садом соломы что они начинают гнить мы это проходили еще мульчирование если там на легкой то есть тут еще косточки только посажены и семечки вот тут здесь уже это будущем этом никого там объясняю здесь уже однолетний сад почему не были чуть-чуть не доросли и сильно много и сильно густо и и и уже сергей не собирался их прервать вот пока рассадка на постельные места вот теперь саженцы железа не умирает знак вопроса вот дело в том что они если умирает то не от мороза от выпивания есть такие случаи когда человек берет саженец заваливает и вот эти с этой самой все на соломы и они сгнивают у тебя рука у сергея левая они сгнивают от сырости там это получается губка там всегда сыра это ошибка страшная но вот на усилию демонтировать кто просил вот это вот сидящая мультирует а там